Мост, который построен немцами, водопад Серебряный каскад, Ильина гора – все это для большинства малоизвестные места Чувашии. В республике есть и другие не менее интересные объекты, о которых рассказывали участники творческого конкурса «Я тут был». Проводился он по инициативе Ростелеком во всех регионах Привожского федерального округа. Везде участники конкурса представляли малознакомые и удивительные уголки. Их работа оценивала местная жюри и определяла победителей. О том, кто стал первым в Чувашии, далее в репортаже. Финал творческого конкурса «Ростелеком» после отбора прошли 18 работ. Среди них – волшебное место древних Чуваший с дубом-великаном Кереметь, что в 25 километрах от столицы. Эта история рассказана самой молодой участницей конкурса – 11-летней Анной Пуганиной. А также очерк «Остров Надежды» об историко-туристическом комплексе, усадьбе братьев Таланцевых в Ядренском районе, некогда заброшенном и возвращаемом к жизни местным фермерам. Об оригинальном памятнике поведал самый старший участник конкурса – журналист Лев Васильев. Работу оценивало жюри, в который вошли организаторы конкурса, чиновники, журналисты. Нам бы очень хотелось, чтобы все жители Чувашской республики знали о том, где они живут, знали о том, какие прекрасные места есть у нас в Чувашии. Обязательно бы эти места посетили, сделали для себя большое количество открытий, получили большое количество положительных эмоций. Лучшего определило жюри. Большинство баллов получила работа Светлана Кузнецовой – мост, который построили немцы. Памятник уникальный и с архитектурной, и с исторической точки зрения. Стратегический объект времен Великой Отечественной войны. Находится он в деревне Мокры Канажского района. Две версии есть о создании этого моста. По одной из них он был сооружен в 13-17 годы, по другой – в 40-е годы. И принимали в обоих случаях немцы. Во втором случае это были пленные вермахта. Сейчас, собственно, он находится далеко от железнодорожной ветки. К сожалению, заброшен. И поэтому ко всем другим чувствам примешивается еще и горькое чувство. Если бы он стоял где-нибудь в Европе, наверное, к нему относились бы очень бережно. Сейчас же туда приезжают свадебные кортежи, делают там свои свадебные фотосессии, любители джампинга. Там его буквально атаковали. Жюри выделило еще четыре работы, в числе которых оказались «Остров Надежда», а также «Водопад Серебряный каскад». Есть такое в Маргаушском районе Чувашии. Прочитав статью о нем, в газете Алексей Донской счел, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Теперь здесь поставлена так называемая геокэшинговая точка. Там действительно серебряные струи текут, очень красивые. Вообще напоминают все Крым, крымские каньоны, водопады. Там тоже есть такие серебряные струи. Все очень... Нет у нас аналогов в Чувашии. Авторам отмеченных работ вручили дипломы и ценные призы. Ну а все творческие проекты участников организатора разместили на сайте конкурса. Там каждый желающий может открыть для себя малоизвестные, но интересные места Чувашии.